Всем привет! Эдгар Шаныч и канал Жизнь Механика. Продолжаем хитро менять масло, проводить ТО и сегодня у нас Peugeot 308 Поехали! Привет, крышка! Привет! У меня для тебя есть работа! Это хорошо! Начинаем снимать. Тут у нас, как у настоящих французов, полно разного крепежа. Головка на 16 задние болты, у всех на 17. На 13 передние и боковые два с этой стороны остались. А здесь уже потеряла семья. Опять, опять, опять мы ленивые ленивые. А здесь уже можно их даже не снимать. Болтики опять не смазанные. Да, хитро эти вот французы. Крючочек вот спереди. Веселый очень. Как и хочется. Где у нас? О! У французов в самом низу. Ага, сальник колена потёк. Но, тем не менее, вот. Значит, пробка у нас сливная. В данном случае исключительно у нас шестигранчик на 8. Ну, всё как обычно. Ничего нового. Опять наша любимая тара. Откручиваем. Снимаем перчаточку, дабы нам не обварить руки. Так удобно сделано. Это же французы, что все руки у нас как раз в масле. Всё. Ждём, как начнет капать. Пока здесь сливается, мы пойдём наверх и открутим масляный фильтр. Да, французские автомобили устроены так, что не облить всё вокруг практически нереально. То есть, как вы не откручиваете масляный фильтр, вот пошло масло из-под него. Вот как-то его не откручиваю, всё равно льётся. На опелях можно схитрить. Здесь, чтобы не облиться, ну, невозможно. Такого не бывает. Вот вся коробка замаслена. Вот опять же, вот, пожалуйста, течёт не из отверстия сливного, а течёт по поддону. Вот так французы хитро делают всегда. То есть, всё-таки, наверное, смена масла на сервисе более актуальна, чтобы самому не пачкаться, потому что не испачкаться при обслуживании французов нереально. Вот, достали наш фильтр. Вон он там стоит. Вот остатки масла. Уверяю вас, никто их там вытирать не будет. Но мы, мы, конечно, протрем трапочкой. Вот мы и протёрли маслечки до конца. Кто-то скажет, ой, да Гошан, такие мелочи там придираешься, чё ты. А я скажу, вот из таких мелочей состоит работа. Либо вы делаете работу, либо вы не делаете. То есть, либо берётесь и делаете всё от начала до конца, либо не суетесь. Обязательно меняем новое колечко, ставим обязательно. И, соответственно, на пробку сливную одеваем новое медленное кольцо. Старый уже так сильно пообжалось, что может начать травить. Надев колечко, обязательно его смажете. Чтоб его не забрало, когда вы будете закручивать. Вот мы слили. Едва капает. Даже не капает вообще. Ну, очень редкие капли. Так, только здесь придётся поставить такую вот штуку, потому что уж больно из разных мест поливает. Честно сказать, едва-едва капает. И, скорее всего, ничего мы не наберём. Льётся везде, только не из сливной пробки. Да, пока мы тут занимаемся делом, мы пытаемся провести ТО. У Алексея случился небольшой конфуз. У него оказалось телефон-банан. Он его погнул. Самое удивительное, что он ещё работает. У Алексея теперь телефон-банан. Ну что, откручиваем воздушный фильтр здесь. Звёздочка и ключик на 10. Маленький нюанс. Вот этот винтик вкручивается вот сюда. Здесь стоит латунная втулочка. И когда здесь закисает, то есть если не обмазать графиткой или ещё какой-нибудь смазкой, то очень часто химическая пара прям создаётся и закисает очень сильно. Очень часто вырывают, ломают. Соответственно, мы берём, как обычно, кисточку с графиткой. И вот здесь вот немножечко графитки намазываем. Ну и, как я говорил, закручиваем винтики по технологии какой. Опять же, крутим до щелчка в обратном направлении. Оп! И теперь спокойно закручиваем. То есть резьба встала на свой путь. И так все. А вот у нас и китайский салонный фильтр. Он даже называется фильтр. Ну, вроде тоже что-то поймал. Уловил. Меняем на новый. Итак, вот он наш герой. Всё, прекращаем сливать. Едва-едва капает. Герой во всех смыслах. Потому что даже провести эксперимент качественно очень тяжело. Например, даже собрать масло. Нереально, потому что капает со всех щелей. Тем не менее, глянем сколько. Совсем мало. Ну, поэтому мы, конечно, обделали всё. Европейцы так борются, так борются за экологию просто. Ну, так борются, ну, так борются. Что ни один свой автомобиль не хотят сделать так, чтобы он, ну, хотя бы... Нормально масса сливалась. А не тратилось при этом тонну тряпок на протирку. Всё вокруг, простите меня. Полито маслом. Очень экологичным. Это же буквально, скажем, как удобрение для растений. Ну, мы там придумаем сами себе. Евро пять, евро шесть, десять, двенадцать. Всё это сказки. Работаешь с машиной. Понимаешь, что это всё сказки. Всё это просто... А как бы снять нам бабла? Давайте будем продавать дорогущие катализаторы. А давайте. А что бы нам ещё... Не, ну, мы же скажем, что это экологично. А вот куда будем? Катализаторы, которые вышли из... Ну, не знаю. Главное, мы скажем им, что это очень экологично. Так, теперь мы сначала вкрутим пробку с новым колечком. Медным. Вот. А потом уже здесь всё протрем. И всё. Трошка закончена, фильтра поменяны. Посмотрим, подвеска. Проверили лампочки. Ну, я уж не буду это показывать. Ролик не растягивать. Пока я делаю Фежо на соседней яме. Представляете? Вот такой дырище. Болт закис. Он закис. Лёша, дай спрягую. Представляете? Вот оно, это отверстие. И здесь такой уж. И вон там закис этот болт. Хорошо, что я меняю масло на Пежо. Очередная машина прошла очередной ТО. То есть, как вы заметили, у нас новый победитель. Пежо, который можно не домкратить. С него сливается практически до капли. Всё. Смотрим дальше. Следующие машины. Всем пока. Пока. Пока.